Добрый день! Наша 11 передача посвящена гаплогруппе R1B, мужской YDNK. Это индиверапейцы Западной Европы, и также эта гаплогруппа представлена в Башкирии, Туркмении, в Малой Азии, на Кавказе и даже в Африке. В 2004 году был открыт однонуклеотидный полиморфизм M343, определяющий гаплогруппу R1B. Гаплогруппа R1B, YDNK, выделилась из предковой группы R1 около 16500 лет до н.э. в центре Евразии, предположительно на юге Средней Азии. Максимального показателя R1B достигает у Башкир, это Бурдзиани, Тамьяни, Гайна и другие. Доходит там показатель R1B до 80% у Башкир. Вместе с тем R1B доминирует в Западной Европе, и его представителями являются носители индиверапейских языков западной группы кентум, индиверапейских. И возникает вопрос, откуда и куда двигались носители гаплогруппы R1B из центра Евразии к Атлантике, или наоборот. Генетики выяснили, что разнообразие субкладов группы R1B выше на востоке, чем на западе, значит все-таки двигались с востока на запад. Для более детального понимания движения и эволюции носителей гаплогруппы R1B рассмотрим их процентные показатели у разных народов. Пойдем с востока на запад. Итак, Башкира. R1B достигает 87%. У туркменов. R1B 37%. В Туркмении на северных клонах Капитдага городская цивилизация бурно развивалась 5000-2000 лет до н.э. Далее города эти стали страдать от засухи на Юго-Средней Азии. И на Юго-Средней Азии, как мы помним, высохла громадная река, оставившая русло Узбой и Жандарья. Р1B у узбеков 9%, татары 8%, казахи 5%, у уйгуры 8%, в Пакистане Р1B 6%, в Индии 0,55%. На Кавказе у армян R1B 32%, в труднодоступных горных районах Армении, в Сюни-Карцах более 40% R1B. У осетин-дегурцев R1B достигает 43%. Максимум R1B достигает на западе Европы, в Ирландии до 90%. У Элс-Шотландии, Западной Англии до 90%. Франция 60%. Это кельтские регионы. Кельты-носители гаплогруппы R1B могли переселиться в Британию, помните, 5 заселений Британии, ирландских саг, после 1500 года до н.э. У басков R1B достигает 88%, у исландцев 70%, у итальянцев 40%, у немцев 39%, у норвежцев 25%. У греков R1B от 13% до 22%. По моему мнению, носители гаплогруппы R1B, эволюционеры, двигались по Евразии следующим образом. 25-15-11 тысяч лет назад носители гаплогруппы R1A жили на юге Средней Азии в сопредельных регионах. Это Средняя и Передняя Азии, Юг Урал и Западная Сибирь, Юго-Восток, Восточной Европы. 11-5 тысяч лет до н.э. носители гаплогруппы R1B и R1A говорили на едином эндоверопейском языке. И около 6-5 тысяч лет до н.э. эпоха языкового единства у эндоверопейцев завершилась, и они перестали понимать друг друга, как упоминалось выше. Пик морозов вислинского оледенения пришелся на период 20-17 тысяч лет назад, который был. И вот этот пик морозов вислинского оледенения 20 тысяч лет назад, который имел место, вытеснил носители гаплогруппы R1A с юга Средней Азии в долину Ирана, в Миспатамию, в Ливан, и тут выделилась гаплогруппа R1B. Из нее около 17 тысяч лет назад выделилась R1B1, и отдельная группа носителей субклада R1B1 «звездочка» около 15 тысяч лет назад с Ближнего Востока ушли в экваториальную Африку, скрываясь от морозов в Евразии. Вермский ледник растаял, морозы ослабли, и на Ближнем Востоке из R1B1 около 12 тысяч лет назад выделилась группа R1B1A. Индоверопейцы с Ближнего Востока вернулись на юг Средней Азии, это было 12-9 тысяч лет назад, в лице носителей клада R1B1B1. И носители R1B1B1, сравнивая Средней Азии, прошли на север, на юг Урала и оставили богатейшее древнее генетическое наследие среди башкир. А около 3800 лет назад прошли они из Средней Азии к востоку от горной системы Гендукуша в Таримбазин. И 9 тысяч 3800 лет назад носители R1B1B1 с юга Средней Азии продвинулись в долины Афганистана. Вместе с тем, последние 12 тысяч лет назад ветви гаплогруппы R1B из Миспотамии за Кавказе неуклонно двигались на запад, в Европу. 9 тысяч лет назад R1B1B2 была представлена на востоке Малой Азии. Ее ветви потомки стали обходить Черное море с севера и юга, продвигаясь внизу ее Дуная. Около 7 тысяч лет назад R1B1B2A были представлены на Северном Кавказе, куда эндоверапейцы не позже 4500 лет назад югом в Восточную Европу ушли в долины Дуная, обходя с юга носители гаплогруппы R1A славянской. Это, видимо, воспетые сагами Война Асов и Иванов, германскими сагами. Около 6 тысяч 5 тысяч лет до н.э. эпоха эндоверапейского языкового единства завершилась. Языки разделились на две группы – кентум западный и сатум восточный. И обособились ветви гаплогрупп. Северных кочевников – это R1A славянская гаплогруппа, и южных, более оседлых эндоверапейцев – R1B. 3500 лет до н.э. уже из центра Европы, из верховья Дуная, несколькими волнами носители группы R1B1B2A1B, ну, это R1B, заселили Апинины, Пиренеи, Францию, Британию, Германию, Скандинавию, Грецию. А вот и сага об инглингах – это ее текст. Эта сага фиксируется письменно в XIII веке нашей эры в Исландии, норвежцам с Норрис Турлосоном. И вот сага об инглингах, письменно зафиксированная с Норрис Турлосом в начале XIII века в Исландии, как раз об этом и повествует, представляя нам эпическую картину переселения асов. Асы – это R1B1B2A из Асгарда – это город асов, располагавшийся в восточной Танаксвилле. Танайс – это Дон. В Гардарике в XIII веке так называли Восточную Европу. А далее в Саксонию, в Данию, город Аденса на острове Фюн, место остановки асов в Дании и место нахождения божественного предводителя Одина. И далее саги повествуют о том, как асы переместились в Скандинавию. Ванны, долго воевавшие с асами – это, видимо, носители гаплогруппы R1A славянской и ее ветвей – славяне Венеды, Балта, Скифа, Сармата и индоиранцы. При этом мы помним, что мир носителей гаплогруппы R1A последние 15 тысяч лет назад также пульсировал, продвигая свою генетику от Норвегии и Аркнейских островов на западе до Индии и на востоке. Во многих регионах Евразии два индоевропейских мира наславились друг на друга. Гаплогруппа R1B в Евразии, двигаясь тысячелетиями, оставила собственный генетический след, привнося в повествование саги об Энглингах точайшую конкретику. Еще раз пройдемся по этому эпическому пути. Изначально это юг Средней Азии. Далее морозы вислинского оледенения вытеснили индоевропейцев в Иран, на Ближний Восток, в Ливант, Миспотами, на Южный Кавказ, на восток Малой Азии и даже в Африку, к югу от Сахары. После ослабления холодов носители R1B вернулись на юг Средней Азии и расселились в Башкирии и к югу от Гиндукуша, но уже их прельщала Европа. И оставив на Кавказе след, прежде всего в Армении и Осетии, носители R1B устремились к долине Дуна и далее к Атлантике и Средиземноморью. В Европе носители гаплогруппы И1 и И2 с их полной своеобразием керамикой, формами и особой росписью неуклонно отступали перед эндоверопейцами и на континенте менялись культурные коды. Особенно активно это происходило в эпоху бронзы, 3500 лет, 1000 лет до н.э. В итоге имела место бутылочная горлышко, пережитая носителем гаплогрупп И1 и И2. При этом многие их ветви полностью исчезли, оставив эндоверопейцам часть своих слов.